Всем привет! Я не снимала видео примерно пару недель, а видео о готовых работах вышло давно. В этом видео я расскажу о готовых работах февраля, а также о процессах и захвачу немного января. Начну с плечевых изделий. В прошлом видео это был процесс, а сейчас это готовый джемпер. Это джемпер регланом погон, связанный сверху вниз. Начинала я обычным набором петель, затем шла резинка 2х2, ложная кетлевка, росток и погон. В этот раз у меня погон сел идеально по плечу. Рукав я сделала узким. В конце рукава связала резинку 2х2 и 2 ряда изнаночной глади. Закрыла обыкновенным способом. Внизу я сделала то же самое. Резинка, 2 ряда изнаночной глади и закрыла обычным способом. Этот джемпер связан из твида Шервуд от Биаджоли Модеста. Здесь в составе кашемир, ягненок и полиамид. Вязала я на спицах 3 мм. Толщина нити в этой пряже 700 метров на 100 грамм. И вязала я в одну нить на спицах 3 мм. Это полотно после однократного ВТО. Оно с каждой стиркой раскрывается все больше. Я уже знаю этот артикул. Я о нем неоднократно говорила. Еще буду показывать пряжу. Это у меня в запасах имеется. Цвет здесь передается каждый раз по-разному. Потому что при дневном свете это один цвет, при искусственном другой цвет. На солнечном свете он вообще переливается. На самом деле это что-то типа свеклы. Я была бы этим джемпером довольна, если бы не одно но. Но я учитывала, что полотно сядет в длину. Поэтому рукава я связала на 5 см длиннее. И рукава сели как раз так, как мне нужно. А вот длина изделия села значительно. Несмотря на то, что я тоже вязала на 5 см длиннее, чем мне необходимо. Но усадка получилась более явной. Спинка у меня всегда длиннее переда. Я вяжу укороченными рядами, чтобы удлинить ее немного на свою фигуру. Так как у меня широкая накачанная спина. Мне нужно удлинять спинку, чтобы сидела адекватно. Так вот, это не один минус. Второй минус. Видимо, начиная от подрезов, я вязала по кругу и изменила плотность. Потому что у меня полотно идет вот так, сужаясь к низу. Это не явно заметно, но все равно это чувствуется. Поэтому у нас были обсуждения с девчонками в инстаграм. И мы пришли к выводу, что мне надо распустить до подрезов и сделать асилуэт немного. Слегка его заашить. Вот, я еще не все кончики заправила. Если я найду адекватную фотографию, как это смотрится на мне, я вставлю. Вряд ли у меня будет что-то качественное. В общем, джемпер хороший, если бы не низ изделия. Надо будет его перевязать. Вообще, у меня год начался с сплошных переделок. И продолжается в том же духе. Следующий джемпер, который я покажу, он тоже был процессом в прошлом видео. И он подвергся многократным переделкам. Но в конечном итоге я им очень довольна. Я вообще без ума от этого изделия сейчас. Но удалось, оно мне тяжело. Я искала на просторах инстаграма какой-нибудь паттерн, что-нибудь. Везде, где могла, я пыталась найти джемпер своеобразным вырезом сзади. И регланом, и регланом. Мне попались только сшивные со спущенным плечом. Но я хотела связать именно реглан сверху, чтобы я могла все-таки примерять. Потому что, когда ты уже сошьешь изделие, сделаешь ВТО и поймешь, что село не так. Это вообще ни в какие ворота. Поэтому я изобретала велосипед. И, в общем-то, он у меня получился. Я связала джемпер полностью. Полностью пришила пуговицы. Постирала, пришила пуговицы. И обнаружила кучу недочетов. Во-первых, у меня углубление горловины было недостаточное. Во-вторых, у меня спинка задиралась. Несмотря на то, что я делала много укороченных рядов по низу изделия. Но, тем не менее, подсела значительно. Затем я распустила целиком этот джемпер. Связала еще половину. Сделала еще несколько исправлений. И вот так несколько раз, пока в итоге я не была удовлетворена результатом. Получила то, что получилось. Сейчас я полностью довольна. Как я уже говорила. Это реглан. Вяжется сверху вниз. Здесь небольшая удлиненная линия реглана. Но незначительно. Просто, чтобы подрезы не были вплотную. Ширина изделия хорошая такая. Я вставлю фотографию. Как это выглядит на мне. И длина. В длину у меня изделие первое, которое я связала, села значительно. Я учитывала, что где-то сядет сантиметры на 3-4, но усадка была больше. В итоге я связала рукав вот такой. Сел он где-то так. Сейчас он мне слишком длинный. Но, возможно, при лежании в шкафу, как и любой другой твит, он подсядет тоже немного. С этим учетом я просто не хочу больше его переделывать. У меня не хватит моральных сил. Я связала рукав намного длиннее и значительно удлинила низ. Но низ мне уже сейчас нравится. То есть, эта длина изделия достаточна для меня. И если даже он еще подсядет, будет все равно не критичным. Я думаю, что по этому джемперу мне надо снять отдельное видео. Показать, какой он был в первоначальном варианте. Показать ошибки. Я это все снимала. И показать итоговый результат. Сейчас я покажу так его скоренько. Что это такое, как это выглядит и какие-то аспекты расскажу. Это джемпер, не кардиган, потому что пуговицы нашиты сверху. То есть, он не расстегивается. Но, тем не менее, здесь полная имитация. Я ввязала как кардиган и в итоге сшила пуговицами, так скажем. Пуговицы я на Алиэкспресс не нашла. В итоге купила в первом встречном магазине возле дома. И была очень этому рада, потому что попала в точку. Они должны быть ярко-красные. Не знаю, как это передастся. Ярко-красные, матовые, квадратные, большие. И что еще из особенностей? Планка. Мне в прошлых вариантах, как я уже говорила, не хватало углубления горловины. И в итоге я после кучи-кучи перевязов достигла того, что мне нужно. И планка по переду уже, чем планка сзади. Вот здесь уже идут утолщения. И вот здесь уже планка по ширине пуговицы идет. Я специально не делала здесь какой-то объем. Я укороченными рядами увеличила планку ближе к спине. И ступенек здесь не видно, чему я очень рада. Еще из особенностей. Я вязала специально, чтобы джемпер носился вырезом назад. Я для этого даже делала укороченные ряды по задней части рукава. Я всегда так вывязываю. Исходя из этого, у меня садится хорошо изделие по спине. То есть, вот тут у меня обычно идет рукав. Здесь я рядов добавляю. Но, несмотря на это, джемпер одинаково хорошо сидит как вырезом вперед, так и вырезом назад. То есть, предыдущие варианты моих кардиганов я не могла бы так носить. Он сидит вырезом назад совершенно не так, как должен. А здесь, несмотря на то, что спинка удлиненная, тем не менее, идет очень хорошо и при ношении вперед. И причем длина равномерная получается, как ни странно. В общем, я очень довольна тем, что получилось. Я покажу, как это смотрится вырезом вперед. И в итоге джемпер у меня получился почти что идеальный. Ну, может быть, даже не почти что. Просто всегда очень критично к себе и к своей работе. Вот. Толщина нити, не помню, говорила ли я, здесь 1500 метров на 100 грамм. Но я в любом случае подпишу. Спицы 3 миллиметра. Вязалась очень долго, с многократными перевязами. Но итогом я довольна. Надеюсь, что в скором времени сниму видео о том, как я его вязала. Мне прям очень нравится, как он получился. Дальше я перейду к другим готовым работам. Одно из изделий совершенно мне не свойственно. Это повязка на голову. Они мне совершенно абсолютно не идут. Вот особенно с такими перехлёстами. Но меня знакомая девочка попросила связать ей две повязки. И я заодно попрактиковалась в вязании повязок. Здесь одна нить Drops Brushed Alpaca Silk и шесть нитей Super Geelong от Zeni Barufa. Вязала я на спицах 4 миллиметра. Это норвежская резинка, где все лицевые петли вяжутся на ряд ниже в предыдущую петлю, а изнаночные вяжутся изнаночными. Причём как по лицевой стороне, так и по изнаночной. Узор вяжется одинаково. На чёрной ничего особо видно не будет, поэтому я покажу на светлой. Что здесь из особенностей? Я пыталась сшить не знаю, как это называется. Матрасный шов. Почти что петля в петлю, но за две стороны лицевой. Ладно, я не буду здесь говорить то, чего не знаю. Шов получился вот таким. Вот таким. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. В принципе, я довольна тем, что получилось. Он меня вполне устраивает. Ещё из особенностей. Когда я связала первую тестовую повязку, у меня получился такой аспект. То есть у меня вот здесь вот фолдила. Ширина немного торчала. То есть повязка не могла быть одинаковой ширины, как здесь, так и здесь. Поэтому я укороченными рядами заузила вот эту часть. И здесь рядов меньше, а вот здесь рядов больше по низу. Таким образом получилось небольшое закругление. Эта пряжа у меня был один моток. Linus Dunord, Merina Yak, если я правильно помню. И эта пряжа, я её брала на пробу вообще. Посмотреть, что это такое. Мне понравились расцветки. В итоге я взяла почему-то беж. Вообще не мой. Сейчас, может, и мой. Тогда у меня был другой цвет волос. И вообще был не мой цвет. Так вот, мне пряжа вообще не понравилась. Но один моток ни туда, ни сюда. И как раз вот в эту повязку он подошёл идеально. Даже ещё немного от него осталось. Но вместе с этой нитью я добавила нить Кид Махера на ПА. Я подпишу состав, метраж. Немножечко пушится. Не знаю, видно ли. Надеюсь, видно. И для февраля как раз самое то. Практически нет просветов. Ни здесь, ни здесь. Поэтому плотное такое полотно. Думаю, они будут очень тёплыми. Надеюсь, Марине понравится. Дальше. Шапка. В прошлом видео тоже была процессом. Я говорила о том, что я хочу сделать шапку с ушками. Но не с ушками. Делаю то, сама не знаю что. Я, наверное, покажу на себе. Придётся сидеть лохматой. Но сначала я расскажу. Это резинка 1х1. Пряжа Меринос Экстра Файн. 100% Меринос. Ручного окрашения от Гламурниц. Здесь я почему-то не знала этого. Дошла путём проб и ошибок до этой информации. Что, оказывается, полотно может быть одинаково. Как с лица, так и с изнанки. Просто, чтобы вы понимали, раньше я вязала отворот. Потом, например, 1х1 или 2х2 резинкой. Затем разворачивалась немецкой петлёй. Вязала изнанку. Затем эту изнанку выворачивала на лицо. И у меня получался одинаковый рисунок. Как здесь, так и здесь. А вот здесь был другой рисунок. В итоге, экспериментальным путём я выяснила, что надо было просто изнаночную петлю вязать за другую стенку. То есть, классическим способом. А я вяжу бабушки. И таким образом... Смешно, конечно, но я этого не знала. Таким образом, я могу просто вязать полотно. Теперь у меня одинаково. И на отвороте, и изнутри отворота. Здесь я пыталась мудрить. Я вязала двойную макушку. То есть, вот это одна макушка. Вот это другая макушка с тягиванием. А вот это сшито петлёй в петлю. И я не знаю... Я тоже изобретала какой-то велосипед. На самом деле, скорее всего, я себя просто сшила. Было бы то же самое. Единственное, не было бы скруглённых краёв. Ну вот я попробовала так. Попробовала, успокоилась. Этот цвет, как я считаю, у меня совершенно не идёт. Поэтому эта шапка пойдёт в мой магазин на Etsy, который я всё ещё не открыла. Мне просто нужно ассортимент навязать в магазин. Очень нравятся мне всякие шапки, носки. Но столько мне их не надо. Поэтому буду реализовывать в магазине. В общем, покажу, как это сидит. И буду лохматый остаток ролика. Как-то так это сидит с припуском. Но я, если шапки такого типа, люблю носить вот так, как шапка Бэтмена. Собственно, об этой шапке больше нечего рассказать. Сейчас я перейду к следующей, которая тоже вязалась в магазин на Etsy. Это шапка Вилли Валу готическая. Мне очень нравится, как она получилась. Я хочу себе такую же, но из другой пряжи. Так как это вязалось спицами 3 мм. Это вязалось спицами 4 мм. Это дроп Скоттон Мерина. Для меня эта пряжа слишком нетеплая. Поэтому, если я буду вязать себе, а я буду, то я свяжу из пряжи потеплее. Мне кажется, вот этот вариант подойдет только на европейскую зиму. Так как тут предполагается отворот. Нашей весной, когда уже будет плюс 12, я буду ходить все еще в шапке, она будет смотреться слишком по-зимнему. Сейчас тоже покажу, как это сидит на мне. Тыковку я по-прежнему не могу носить. Они мне нравятся на людях, но даже мне нравятся, собственно, как это на мне. Мне как-то не по себе. Поэтому я всегда ношу вот так вот. И еще мне понравилась эта шапка без отворота. Как это ни странно, тоже. Смотрится это как-то вот так. Как-то вот так. И очень длинная макушка. Меня прям приколол такой вариант. Здесь у меня тоже шапка связана резинкой 2х2. Буду точно сидеть лохматый остаток ролика. Резинка 2х2. Она очень широкая. Вот такая. У меня объем головы 54 см. Это на очень большой объем подойдет. Но я лично люблю свободные шапки. Мне кажется, что есть еще люди, которые тоже любят свободные шапки. Вот такой вариант. Надо себе обязательно такую же черную сделать. И последняя на сегодня шапка. Это шапка мужа. Он ее уже носил. Я отняла ее. Постирала еще разок. И она еще разок подсела. Но вот этот вариант удлиненной бини. Прям самое то сейчас. То есть я вязала с учетом, что полотно шапка подсядет на 2 см. Но она подсела на 3 см. После второй стирки еще на полсантиметра. Но это нормально. То есть вполне себе. Он любит небольшой напуск. И я тоже покажу, как он ее носит. Здесь обычная 4х клинка. Двойная бини. Внутри такая же точная пряжа, как снаружи. Это супер джелонка. Зене баруфа. В три нити. И бобинная пряжа. И вязала я спицами 3 мм. Ну и надо, пожалуй, показать это на себе. Я эту шапку уже несколько раз брала у мужа погонять. Мы с ним носим одинаково. Подворачивая вот сюда внутрь макушку. И мне она очень нравится. Единственное, скажите мне, идет ли мне такой цвет? Я все еще не понимаю, идет ли он мне. И у меня такой пряжи еще много. То есть я могла бы еще себе парочку таких шапок связать. Как вы считаете? Это что-то типа темного изумруда. Не петрольный, но темный изумруд. Вот. И с шапками все. Еще у меня есть одна готовая работа. Это работа с завершения проекта «Неделя довязывания недовязов» от Яны с канала Яна Вяжет. Мы с ней довязывали свои заброшки. Это носки из неносочной пряжи. Зима у нас была очень бессолнечная, хмурая. И мне хотелось чего-то веселого, яркого. И я связала себе вот такие домашние носки. Тем более, что у меня было по одному моточку вот этого и вот этого цвета. И куда их еще деть? Будут комнатные носки. И я думаю, что я их проношу от силы месяц. Может быть, даже меньше. Пряжа, как я уже сказала, совершенно неносочная. Вот это «Мерина Пура» от Илари. Нить шнурочек. А вот это «Виска Мерина». Вроде бы это «Кутнор», насколько я понимаю. Во всех магазинах пишут производители. Это «Меринос» с вискозой. Здесь эластичный набор петель. На шапках я не сказала, я тоже делала эластичный набор петель. Ну, кроме двойной бини. Дальше идет резинка. Один на один. С крещенными лицевыми. В шнурочной пряже не очень смотрятся скрещенные лицевые. Но в итоге на ноге неплохо. Дальше у меня вывязывался узор. Три лицевые, одна изнаночная. А в следующем ряду все лицевые. И менялись полоски. Здесь пятка с уплотнением. Это «Бабушкина пятка», как я ее называю. Есть клин подъема. И закрытие как регланом. А вот здесь я оставляю всегда 12 или 14 петель. И сшиваю петля в петлю лицевыми. Лицевые петли. Вот такие вот носки. Я их сделала недлинными. Пряжа у меня еще немного осталась. Еще одни, конечно же, вязать не буду. Хотя, может быть, и хватит. Вот такие дела. Надо их успеть сфотографировать, пока они у меня не протерлись. Чтобы была память о таких веселых носках. Поместить их на равлы. Дальше я покажу процессы. Первое. У меня очень много, почему-то, процессов из черной пряжи. Но я-то знаю, почему. Я вообще люблю черный цвет. Здесь ничего не будет видно, потому что это черный суперджелонг от Зани Баруфа. Это простая перчатка, лицевой гладью. Здесь немного есть резинки. Можно говорить, но не будет видно ничего. Очень цепляющий мусор пряжа. Здесь мне пальчики нравятся уже немного больше. Я борюсь постоянно с перчаткой. Мне не нравится, как я вывязываю пальцы. Они мне как-то смотрятся несуразно, как мне кажется. На руке хорошо. То есть я прям измеряю по своим пальцам. Но когда они вот в таком виде, они мне обычно не нравятся. Но это уже лучше. Но я, кстати, вчера обнаружила, почему мне все это не нравится. Дело в том, что безымянный палец, он, как я выяснила, не смейтесь, он длиннее указательного. А я почему-то его вязала либо наравне с указательным, либо короче указательным. Поэтому у меня такой обрубок был. Но тем не менее я мерила по своей руке и было нормально, как ни странно. Супер Джелонг дает усадку так же, как и Лэмпс Вулл. Поэтому я их вязала подлиннее. Ширину в принципе нормально, но тоже немножко сел. Это вторая перчатка с бросовыми нитями. Здесь я перехожу сейчас на вязание пальцев. Вот, собственно, я вязала где-то на сантиметр длиннее пальца. Но тем не менее сейчас она мне прям впритык. То есть подсела хорошо так. Вот. Здесь не индийский клин, здесь обычный клин, как в реглане. Пальчик. Все в мусоре. И спицы 2,5 мм. Это лики. Я уже вяжу вторые перчатки спицами лики. На первые я не довязала. А вторые я закончу уже завтра. Это первая моя пробная пара спиц лики. Они не разъемные. Мне очень хотелось попробовать, что это будет. Прошу прощения. Мне вызывало сомнение леска. Она, конечно, не Чиагун. Но тем не менее она очень легкая. И, как ни странно, она не идет спиралью. Как у меня, например, Ади с красной леской. Это просто ужас. А не леска. Она вся вот так вот идет спиралью. И вообще ей очень неудобно вязать. Здесь все хорошо. Она вот. То есть все, что от нее закручивается. Остальное в норме. И тоже смотрела у Даши Массиенко про те спицы. Она как раз говорила, что они какие-то довольно гибкие. Кажется, что они вот-вот сломаются. Но не ломаются. И вот как раз тоже обратила внимание, что они, в принципе, прочненькие. Стык у них идеальный. По крайней мере, мне повезло. Потому что те, что у меня были от Нитпро, стыки просто у всех спиц у меня были и разъемные, и неразъемные Нитпро. Ну, не комплектами, а просто я покупала отдельно. И мне совершенно не понравилась ни леска в них. Леска просто ужас мне попадалась. И вот эти стыки. Постоянно цеплялась пряжа за них. В общем, не повезло мне с Нитпро. А эти мне понравились. Я теперь хочу еще пару спиц Лики, только другого цвета. Я в них не разбираюсь. И, честно говоря, еще не гуглила. Но я просто видела, что вот этот Дрифтвуд, а есть еще какие-то более светлые, Индиго. В общем, надо посмотреть, есть ли размер 2,5 неразъемный, и купить еще одну пару. Они очень здоровские. Следующий процесс у меня носочек из Drops North. Я очень долго охотилась за этим цветом, и его постоянно не было в наличии. Он был в наличии только, когда я не заходила в магазины. Но когда он мне наконец-то попался, когда он приехал, я как-то потеряла к нему интерес. Как часто бывает, что ждешь-ждешь, хочешь-хочешь. А когда получил, уже не так-то оно и надо было. Но цвет все равно красивый, яркий. Здесь спицы Нетпро. Кстати, вот чулочный Нетпро я вообще обожаю. Узор ромбы взяла с Пинтерест. Эластичный набор петель. Пока что кривая резинка до этого 1 на 1 лицевыми, скрещенными. Отделила от полотна изнаночными. Два ряда изнаночных. И тут еще немного, и будет уже пятка вывязываться. Мне нравится дропснорт. У меня было несколько пар носок. Одни из них я сваляла на быстрой стирке. Там содержится альпака. Нельзя их стирать на быстрой стирке в машинке. Я это сделала. И еще у меня есть две пары, которые я ношу уже 2 месяца. Единственное, покрываются катышками периодически. Ну, снимаются легко. Ничего не протирается. Форму практически не теряют. И мне понравилась эта пряжа. Мне ее много в запасе. Так что я пока буду вязать из нее. Не знаю, пока мне это будет в носочке или магазин. Поживем и видим. Носки я вообще люблю вязать. И Magic Loop, и на пяти спицах. И могу полноска связать Magic Loop полноска на пяти спицах. Еще заказала бобинную пряжу на пробу. Тоже носочного состава. Мне там очень понравился. Такой ржавый цвет. Вот. Уже, собственно, пришло. Завтра пойду забирать. Потестирую. Очень хочу попробовать регет-вид. Мне прям нравятся расцветки регет-вида. Несмотря на то, что говорят, что она грубая пряжа. Ну, мне нравится результат на картинках. Теперь хочется это дело пощупать и поносить. Надо собраться и заказать регию. И последний на сегодня проект, процесс. Это то, что я вяжу плотничком уже четыре дня. Это пряжа Tokyo Tweet от Profila. Здесь Кашемир. По-моему, як. Меринус. Я подпишу состав. Это подарок от Светы с канала Вдохновение в петлях. Я оставлю ссылку на нее. У нее потрясающий канал. У нее потрясающий инстаграм. Я, как только наткнулась на ее канал, сразу влюбилась. И пересмотрела все ролики по несколько раз. Потому что у нее обалденные изделия. Так что... Вот. Как только она мне прислала этот твит в подарок, я сразу кинулась его вязать. Ну, не сразу. Я сначала доделала этот джемпер с пуговицами красными. А потом, как только освободилась, бросилась на это дело. Здесь араны или переплетения. Ну, мне почему-то хочется называть это аранами. Я взяла с сайта Verchewa.ru. У меня еще в Pinterest сохранен этот узор. Он очень легкий и быстрозапоминающийся. Вяжу на спицах 4 мм. Потому что метраж здесь... Я, наверное, уже подписывала. 250 метров на 100 грамм. Вот. Это спинка. Я хочу кардиган. Достаточно широкий. Сшивной. Здесь у меня итальянский набор петель. Резинка 2х2. И я отделила резинку от узора изнаночными петлями. Не взяла образец, наверное. Да. Если не отделять, то резинка идет немножко вот так вот. И мне это не понравилось. Поэтому я отделила узор. Вот эти резинки это поворотные ряды. Я удлиняла спинку к середине. Потому что, исходя из опыта уже постиранной полочки, несмотря на то, что я укороченными рядами удлиняю перед, он вот так сжимается и бока немножечко провисают у меня вбок. То есть, получается, бока длиннее, чем полотно переда и спинки. Поэтому здесь я сделала уже 8 или 9 укороченных рядов. чтобы это все адекватно сидело. Я вот этот кусок провязала за вчера. То есть, прям села и прям не могла остановиться. А вот эту часть я провязала за сегодня. Я отделяю прогресскиперами обычно. Сколько я провязала, это меня немного стимулирует. Это у меня тыква. Я делала партию на Хэллоуин маркеров и тыква. Почему-то мне хочется использовать на этом кардигане. Он мне ассоциируется больше с осенью, чем с зимой, с весной. Вот, потрясающий твит. Он мне очень нравится. И так как я сказала, что одну полочку уже производилась не в то, на самом деле я связала две полочки. Но я их буду перевязывать. Здесь несколько причин. Одна из них, и я не знаю, где был мой мозг, и вообще, как такое возможно, но я связала одним размером спиц и резинку, и основное полотно. Естественно, это после ВТО, но все равно видно, что резинка немного так шире полотна идет. Если это сшить, может быть, это не будет видно, но я не хочу полагаться на это. Я хочу перевязать. Тем более, что когда я начала вязать спинку, исходя из расчета полочек, я выяснила, что все-таки он будет очень широким, этот кардиган, и будет ощущение, как будто я кардиган мужа надела на себя. То есть он слишком широковат, я его сделала немного поуже. И, соответственно, полочки мне нужно пересчитать и перевязать. Вот. Это уже после ВТО. Узор немного разровнялся, но еще одно ВТО будет еще лучше. Здесь вот тоже были укороченные ряды, как видно, резинка. Резинками я отмечала. Но вот видите, несмотря на то, что были укороченные ряды, как бы вот эта часть не длиннее, тем не менее, потому что оно подсело как-то равномерно. И, соответственно, бока все равно будут провисать, мне надо здесь делать больше укородов. Это В-образный вырез. Вот тут я отмечала начало убавок на вышку. Скос плеча. И плечо расширяется немного туда, чтобы хорошо сидел рукав. Прибавляются петли немного. И что это за маркеры? Этими маркерами я отмечала укороченные ряды по планке. Планку я вяжу полой резинкой. И лично у меня получается так, всегда я так как-то вяжу, что планка у меня вот так, опа, сжимается, а полотно вытягивается. И получается как-то вот так вот, если посмотреть. Ну, в общем, неравномерно. Поэтому мне надо, исходя из моей плотности, делать каждые 2-3 см укороченные ряды именно по планке. Вот такие вот у меня заморочки. А во второй полочке у меня есть еще одна ошибка. Может, это и не ошибка. Ну, мне не нравится результат. Ну, это, понятное дело, юбочка. То есть, это тоже связано тем же самым размером спиц, что и основное полотно. А вот спинку я уже вязала нормально. То есть, резинку на троечке, а основное полотно на четверочке. А вот тут мой мозг не включился, и я вязала все одним размером. Еще, что мне не понравилось. Здесь, в планке, я вывязывала вырезы и разрезы петельки для пуговиц тройным накидом. И мне кажется, что... Все равно получились петельки маленькие, я хочу пуговицы побольше. И мне кажется, что пуговица будет путаться в петлях этой полой резинки. И я хочу попробовать вывязать вот такие вот вырезы для пуговиц. Поперечные, эти продольные. А мне надо сделать поперечные. Закрыть петли, набрать и посмотреть на образце сначала, как это будет смотреться, а потом уже вывязывать полочку. Здесь тоже шлюкороды. Вот. Вот такие дела у меня на сегодняшний день. Те процессы, которые у меня еще не довязаны, и я их планирую добить в течение месяца, хотя я не уверена, что мне это выйдет. И все показывать не буду. У меня есть неделя довязывания, не довязывая. И продвинулся только платок по дашнему мастер-классу. Остальное все не продвинулось. И носки довязались. Вот, собственно, и все. Не буду затягивать видео. Спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк, если вам не сложно. Сейчас на YouTube очень сложно продвигаться. Мне кажется, что YouTube меня вообще не рекомендует, то есть не выходит на видео в рекомендованных. Если первое видео он двигает, продвигает, то остальные там просмотров все меньше, меньше, меньше. И такое ощущение, что вообще я канал-невидимка. Вот. Надо больше работать, снимать больше видео. Не, как я раз в две недели. И надеюсь на вашу поддержку. Спасибо, что досмотрели до конца. И надеюсь, что у вас будет продуктивный февраль. До марта мы еще доберемся. И всего хорошего. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok